Всем приветики! Я хотел бы показать вам, каким образом можно сделать замок для тумбочки. Такое легкое, простое и гениальное решение, которое мне когда-то показал батя. А узнал он это от какого-то коллеги по работе. Но я решил показать это миру, потому что это реально гениально. В общем, у вас есть тумбочка, и вот она открывается. Но сбоку видна вон маленькая дырочка, в которую вы просверливаете и вставляете в нее гвоздик. Таким вот образом. То есть, пока тумбочка закрыта, вы берете сверло, чуть больше, чем гвоздик, и просверливаете насквозь. И сам стол, и шухлядку. После чего, вы, когда вставляете туда гвоздик, он так вот полностью заходит и будет держать вашу тумбочку. И вроде бы особо и не видно его, но тумбочка уже не открывается. Все, я вот тяну, не открывается. И с виду, и непонятно, а чего она не открывается. Вот тянешь, например, вот эта открывается, нижняя открывается, а средняя нет. Так можно и не понять сразу, в чем дело. А оказывается, сбоку вот он, маленький гвоздик. Он так вот засунуто, его даже практически не видно. А тем более, как у меня возле стены, туда и не подумаешь особо заглянуть. А, ну вот оно, гвоздик. Высовываешь его, и тумбочка открывается. Ну, соответственно, вот она дырочка и здесь, и здесь. И вы-то знаете, в чем дело. Не, ну, понятное дело, что можно разобраться, но... Ну, в чем дело. Но сразу это человека поставят в тупик. Вроде бы смотришь, и на тумбочке нет никаких замков. Ну, она, по идее, должна просто открыться. А ты ее вдруг тянешь, а она не открывается. Так что это довольно-таки простое, но реально гениальное решение. Придумать такой вот замочек в виде гвоздика. И все. Защита такая. Хоть и не сильно крутая, но какая-никакая, все же лучше, чем ничего. Вот. Такое простое, но гениальное решение для того, чтобы запереть тумбочку. Ну, а на этом все. Всем пока-два!